Привет! Попадая в новую семью, щенок первое время привыкает к обстановке. И наша задача делать его жизнь максимально комфортной и безопасной. Для начала я кратко расскажу, какие вещи нужно приобрести в дом для обстройства пространства. Это лежанка 70 на 110 сантиметров или больше, парные миски для еды и воды объемом от 1700 миллилитров, из нержавейки или керамические. Пеленки одноразовые или многоразовые 60 на 90, клетка размером 6, если планируете оставлять щенка надолго одного, шампуни, расчески и полотенца. Про эти предметы гигиены я расскажу в другом видео. Попадая в новый дом, щенку нужно адаптироваться. Ему может быть страшно и одиноко, ведь он впервые остался без мамы и своих братьев. Где-то до недели занимает адаптация и привыкание к новым условиям. Постарайтесь в это время поддержать щеночка. Как и у любого члена семьи, у щенка должно появиться свое место. Угромный оголок, где он может спокойно отдыхать, зная, что там его никто не будет трогать. Щенки спят по 18-20 часов в день. И за это время они должны качественно отдохнуть физически и усвоить новую информацию. Для этого щенку нужно купить отдельную лежанку. Лежанки бывают разных типов. Совсем тонкие подстилки, непромокаемые матрасы. Бывают такие мини-диванчики с бортиком. Как правило, щенки ищут место попрохладнее и поближе к вам. Нет ничего страшного, если щенок игнорирует лежанку и спит где-то у вас в ногах. Когда это будет необходимо, он сам уйдет спокойно на свое место. Выбор лежанки зависит от вашего вкуса и кошелька. Отмечу только, что водонепроницаемые чехлы удобны в использовании в первое время, но, как правило, шуршат. На такие чехлы можно стелить плед, так и собаке будет поуютнее и потише. Если уклад жизни предполагает, что щенок остается дома один продолжительное время, есть смысл обзавестись просторной клеткой. Она должна быть достаточно большой, чтобы собака спокойно могла встать, повернуться. В лежачем положении она могла вытянуть лапы и чтобы туда помещалась миска с водой. Для золотистого ретривера подойдет размер 6. Для собаки, которая приучена к такой клетке с детства, это не будет являться какой-то тюрьмой. Наоборот, это ее укромный и безопасный уголок. Следите, чтобы в клетке или на лежанке никто из детей и взрослых не трогал собаку. Нежелательно наказывать ее там. Это место должно ассоциироваться с полной безопасностью. Дайте собаке личное пространство. Если не планируете покупать клетку, когда вы уходите из дома, вы должны убедиться, что собака не поранит себя и не причинит себе вред. Взрослая собака, скорее всего, не будет трогать нежелательные предметы и залезать туда, куда не нужно. Но щенок – это создание очень любопытное. Поэтому лучше оставлять его в той комнате, где нет каких-то опасных предметов, которые можно пораниться или подавиться. Постепенно знакомьте щенка с вашим домом. Не мешайте ему исследовать пространство. Подбадривайте и хвалите, когда щенок подходит к предметам, которые сначала его пугали. Сразу объясняйте правила жизни. Не давайте грызть мебель, провода, одежду, вашу обувь. Не давайте залезать на диваны и кровати, если не хотите допускать этого в дальнейшем. Чем раньше вы объясните щенку правила, тем быстрее он их запомнит и примет. Вот такие мягкие игрушки нравятся моей собаке. Конечно, все индивидуально, но для нашей Тори они достаточно подходящие. Она долгое время с ними играет и не сгрызает. А вот такие игрушечки нравятся шуршающие очень щеночкам. Потому что с ними можно взаимодействовать, тянуть, плюс они шуршат. Внутри есть пищалочка. Не все собаки любят пищалки. Некоторые собаки вообще игнорируют игрушки пищащие. Некоторым они очень нравятся. Такая резиновая игрушка также очень хорошая. Потому что, с одной стороны, у нее канатик, с которым вы можете взаимодействовать с собакой. С другой стороны, сама такая из плотной резины сделанный мячик. Вообще, в целом, канатики и вот такого типа игрушки очень хороши для собак. Как минимум, во-первых, они их любят. А во-вторых, это ваше с ними взаимодействие. То есть, собаке гораздо интереснее играть в игру, в которой задействованы также и вы. Золотистые ретриверы очень любят игру в аппартировку. При правильном обучении это может стать самой любимой игрой для вас и вашей собаки. Важно помнить, что скользкие поверхности дома могут травмировать щенка. Поэтому желательно стелить коврики или другие нескользкие покрытия в местах, где вы играете. Для того, чтобы щенок мог достаточно комфортно бегать за предметом. Еще один видотипичный элемент у всех собак – это покусывание. Когда щенки играют с друг другом, они барахтаются, покусывают друг друга, играют в догонялки. Мы тоже можем взаимодействовать с ними подобным образом. Однако, я рекомендую сразу же отучить щенка кусать вас. Хотя поначалу это может быть даже милым, и у маленьких щеночков уже довольно острые зубки. В дальнейшем это может привести к травмам, особенно детским. Подробнее о правилах игры и способах дрессировки вам расскажет кинолог. Так как первое время щенок будет ходить в туалет дома, нужно организовать удобное пространство для туалета. Для этого понадобится пеленка. Идеальный размер – это 60 на 90. Пеленки можно покупать как одноразовые, так и многоразовые. Я советую брать одноразовые, потому что многоразовых вам, во-первых, придется закупиться впрок, а во-вторых, постоянно их стирать, что довольно непрактично, на мой взгляд. Если пеленка скользит, то для удобства можно приобрести резиновый или силиконовый коврик с бортиками. Для того, чтобы убрать из дела, сделанные по ошибке, нужно приобрести спрей для удаления запахов и пятен. Я рекомендую средства фирмы Лайна, потому что другие средства, на мой взгляд, не сильно справляются с уничтожением именно запаха. Нужны будут бумажные или одноразовые полотенца. Для мытья полов также можно использовать средства для удаления запаха. Смотрите, чтобы у него не было сильно резкого какого-то аромата, потому что это может вызвать и нежелательную реакцию, и поведение у щенка, и также может вызвать аллергии. Когда щенок начнет ходить уже на улицу, вам понадобятся пакеты для сбора какашек. Ретриверы могут оставлять довольно большие кучки, поэтому моя рекомендация брать пакеты размером минимум 22 на 28 сантиметров. Тут важна ширина пакета, чтобы удобно было его надевать на руку и собирать. Диспенсер для пакетов пластиковый или вот такой тряпичный. Обычно они удобно крепятся к поводку, либо карабинчиком, либо вот такими вот застежками. Сюда мы закладываем сам рулон и можем удобно использовать эти пакетики. Для выгола, а также во время обучения щенка, пригодится следующая амуниция. Это ошейник, шлейка, поводок и комбинезон. Щенки растут очень быстро, так что ошейник и шлейку придется менять по мере взросления. Для выгола и занятий нужно иметь два поводка. Полтора метра и пять метров. Я категорически не рекомендую использовать рулетку или тросовые поводки. Это большой риск травм и это просто опасно для жизни собаки. Обратите внимание на карабин. Он должен быть достаточно крепким. Сделан из хорошего металла, который не разваливается при первом же рывке вашего щенка. Ошейник для щенка мы берем сначала размером 32-39. По мере взросления его нужно будет заменить на больший размер. Я покажу вам примеры щенячьих ошейничков. Это вот такие ошейники, которые застегиваются на застежку. Это очень удобно, достаточно крепко, она не отстегивается. Также существуют застежки с такой пластиковой защелкой. Они тоже достаточно крепкие и удобные в использовании. Толщина ошейничка должна быть примерно полтора-два сантиметра. Для взрослой собаки мы уже можем варьировать этот размер в зависимости от комфорта, в зависимости от того, как ваша собака ведет себя в амуниции. Для нашей взрослой собаки мы используем несколько ошейничков. Это вот такой кожаный ошейник. Он достаточно широкий и прочный. Такой нейлоновый, со светоотражающими частичками. И вот этот вот ошейничек. Несмотря на то, что он достаточно тонкий, собаке в нем комфортно, потому что наша собака вообще не тянет. И, в принципе, ошейник мы используем, когда нам нужно просто посадить ее на поводок. В общем, застежка важна. Она должна быть достаточно крепкой и не причинять дискомфорт. Не нужно использовать, пожалуйста, ошейники, удавки, строгачи и другие дискомфортные для собаки элементы амуниции. Еще одна важная деталь, необходимая каждый раз, когда вы будете выходить на улицу, это адресник. Хорошие варианты – это вот такие жетоны с гравировочкой, либо эпоксидные, литые с номером телефона. Мы предпочитаем вешать на паракорды, то есть отдельно от основного ошейника, с тем, что он был всегда на собаке. Это необходимая мера безопасности. Не дай бог, если вдруг ваша собака или щенок потеряются, его можно будет найти и вернуть вам. Адресники в виде капсул, да, такие тоже существуют. Это крайне плохой вариант. Его брать не нужно, потому что, во-первых, если собаку вашу найдут, мало кто догадается раскрутить эту капсулу, достать номер телефона и позвонить по нему. А во-вторых, они просто элементарно отрываются и теряются. То есть крепление для адресника тоже должно быть достаточно хорошим и крепким. Существуют еще адресники с нанесенным QR-кодом. В принципе, тоже неплохой вариант, потому что, если собака не дается в руки, ее можно хотя бы сфотографировать, и по этому QR-коду определить ваш номер телефона и адрес проживания собаки. В дождливую грязную погоду можно использовать комбинезон. Однако я бы рассматривала его уже для взрослой собаки. Щенок растет быстро, и такая вещь, как комбинезон, будет вам в пору максимум на сезон, а то и меньше. Комбинезоны отличаются по виду для мальчиков и для девочек. Это важно. У них разные вырезы. Самая грязная часть собаки – это ее лапы и живот. Соответственно, выбирать комбинез нужно так, чтобы живот был максимально закрыт. Иначе смысла в такой одежде, в принципе, нет. Не нужно брать утепленные варианты. Ретриверы практически не мерзнут, особенно в межсезонье. На длительной прогулке и в жару важно позаботиться о наличии воды. Вот такую силиконовую мисочку я рекомендую брать с собой. Она на карабине, занимает немного места, ее удобно разворачивать и использовать. Из такой миски можно и кормить, и поить собаку в любом месте. Также существуют бутылки-поилки для собак, которые имеют отделяющуюся часть, в которую мы можем налить воду. Тут уже по вашему удобству и комфорту. Для поездок на машине удобно будет использовать автогамак. Автогамаки бывают разные. Продаются удобные модели, которые можно разложить как на все задние сидения, так и на половину. Гамаки имеют крепление, можно пристегнуть собаку к нему. Также продается амуниция, позволяющая закрепить собаку к сидению. Это важно для ее безопасности. Второй вариант – оборудовать багажник. Для удобства можно стелить пледы, которые раскладываются немного на задний пампер, с тем, чтобы он не царапался, когда собака туда запрыгивает. Дополнительно для вечерних прогулок удобно будет приобрести светящийся ошейник. Я рекомендую этот ошейник приобретать отдельно от основного, потому что, как правило, те ошейники, которые продаются сразу со светящимися элементами, имеют достаточно слабые крепления и могут просто порваться. Вот такой вот ошейничек. Он продается стандартных размеров. Мы его просто обрезаем под ширину вашей шеи собаки. И он имеет USB-зарядку. Мы можем его использовать в темное время суток. Включать на собаке с тем, чтобы ее было видно в темноте. Для общественных пространств пригодится намордник. Намордник нужно выбирать так, чтобы собака могла высунуть язык. Так работает их терморегуляция. Вот такой намордник. Я просто покажу. Он медицинский. То есть в нем собака не может ходить долго. Она не может ходить в нем продолжительное время. Не может достаточно открыть морду. Однако на непродолжительное время это, в принципе, кажется удобным вариантом. Напоследок я бы хотела немножко рассказать про наших помощников в доме. Это два пылесоса. Робот-пылесос и ручной пылесос. Это удобная вещь для того, чтобы собирать шерсть со всех поверхностей вашего дома или квартиры. Когда собака маленькая, когда она еще щенок, у нее нету линьки. Достаточно плотная шерсть и она не выпадает. Однако с возрастом у них появляется линька, во-первых, в межсезонье. Это обычно два раза в год. А также линька во время смены щенячьей шерсти на взрослую. Я надеюсь, что эта небольшая памятка будет вам полезна и поможет составить вам список покупок на первое время. И также я еще раз хочу поздравить вас с этим прекрасным событием, как появление щеночка в вашем доме. Я надеюсь, что это подарит вам незабываемые эмоции на долгие годы, счастливую жизнь для вас и вашей собаки. Это, безусловно, источник любви, преданности и поддержки, а также какашек, деревонии и всего такого. Давай еще раз. Помните, даже если ваша собака что-то испортит или вы от нее устанете, это совершенно нормальная ситуация. Так бывает. Спасибо за просмотр. В следующем видео я расскажу вам про кормление и гигиену и уход за щеночком. Всем хорошего дня. Пока-пока.